Девятое октября. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1760 году, русские войска в первый раз заняли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 1945-й, граф Иван Шувалов тогда изрёк. «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно». Российская империя втянулась в охватившую Европу семилетнюю войну не сразу, а на следующий год после её начала. Чрезмерное усиление соседней Пруссии под руководством амбициозного короля Фридриха II Великого беспокоило Россию. Более того, Пруссия усиливалась за счёт разгрома Австрии и небольших германских княжеств. Императрица Елизавета Петровна по договору с австрийцами высылает им на помощь свои войска. В мае 1757 года 65-тысячная русская армия выступает в поход. В коалицию с Россией вошла Франция. Позже присоединились Швеция и Саксония. Тем не менее, прусская армия считалась лучшей в Европе, и враг был силён. Имея изначальной целью Восточную Пруссию, русская армия генерала Степана Апраксина одерживает блестящую победу над пруссаками угроз Егерсдорфа в 1757 году, но не пользуется плодами победы. В кампанию 1759 года новый командующий русскими войсками Пётр Салтыков разбивает врага у Кунерсдорфа. В знак победы, без всяких писем, он отправил в Петербург шляпу самого бежавшего с поля боя Фридриха. Тем не менее, Салтыков также предпочёл не идти на Берлин, на который открылась прямая дорога. Вот как отреагировал прусский король на поражение «У меня больше нет никаких резервов, и, по правде говоря, я верю в то, что всё потеряно. Гибели своего отечества я не переживу. Прощайте навсегда. Фридрих». Однако на Берлин русская армия пошла только в 1760-м, когда, оправившийся от поражения старый фриц, сильно прижал австрийцев в Силезии, и союзники, как всегда, запросили помощи у России. На Берлин вышло два корпуса. 20-тысячный русский генерала Захара Чернышева и 15-тысячный австрийский генерала Ласси. Любопытно, что Ласси гнал своих солдат вперёд обещаниями отдать на разграбление богатую прусскую столицу. Это изрядно мотивировало австрийских вояк. Австрийская армия прошла рекордные 400 миль за 10 дней. Но раньше союзников к городу подошли русские части. Берлин не сдался без боя. Его гарнизон был усилен прибывшими прусскими войсками. Первый натиск русских немцы смогли отбить, но только на это их и хватило. Наш корпус вошёл в прусскую столицу, и тут прозвучала памятная фраза Фридриха Великого. «Спасибо русским! Они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице». В благодарность от городских властей была получена контрибуция полтора миллиона талеров. Берлин мы занимали всего несколько дней и вынуждены были его оставить из-за нехватки сил. Из Силезии спешно подходила 70-тысячная армия Фридриха, а значит, просьбу союзников мы выполнили. В целом, течение Семилетней войны было успешным для России. Восточная Пруссия на четыре года стала губернией Российской империи, а знаменитый философ Эммануил Кант стал русским подданным и читал нашим армейским офицерам лекции по математике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова